Привет! Катя, привет! Пока встреча проходит только так, по видеосвязи. Собрать всю большую, но дружную семью Орловых вместе непросто. Екатерина вместе со старшим сыном и с новорожденным находятся в Аргентине. Много лет мы не могли ездить всей семьей, редко выбирались куда-то в отпуск. Ну и в том числе жена была все время с семейными обязанностями, скована. И как-то вот такая идея пришла, что дать ей возможность такую, вырваться немного из будней. Екатерина Орлова рожала детей в Санкт-Петербурге, Москве, Челнах, а в этот раз выбрала Буэнос-Айрес. В середине марта там на свет появился малыш. Мальчика назвали Матвеем. В августе, когда узнали, что у нас будет еще один ребенок, к мужу пришла такая идея. И я сначала не поверила, подумала, что это что-то из области фантастики. Но потом выяснилось, что это очень хороший вариант, потому что при рождении в Аргентине у ребенка будет гражданство по праву земли. И он сможет быть гражданином двух стран – и России, и Аргентины. С паспортом Аргентины можно без визу въехать на территорию больше ста государств, говорят Орловы. Что касается переезда всей семьей, то этот вопрос остается открытым. В некоторых странах очень высокий уровень социальной поддержки, отмечает Андрей Орлов. А в Челнах многодетная семья до сих пор ютится в съемной квартире. Они не могут получить сертификат на собственную жилплощадь. Мне хотелось, чтобы у меня была отдельная комната, потому что мне в этой комнате тесно, с сестеронками, родишками. Мы тут живем втроем. Я с братом, а с папой тут все ободино, поэтому тесно. Я хотел бы себе в большую комнату. Дети ждут возвращения мамы старшего и младшего братьев. Точной даты воссоединения семьи нет. Как признается Екатерина, за этот месяц, пока они находятся в Буэнос-Айресе, они расширили свой кругозор, увидели и узнали много интересного. Завели новые знакомства с жителями из России, Колумбии, Венесуэлы, Германии, Бразилии, Норвегии. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей. Новости Челнэ ТВ.